Добрый вечер! Это центральная тема, которая в конечном итоге приходит Робейну Бахья в своих рассуждениях, которая начинается с основы понимания реальности Творца, установления веры человека, как мы это видим в мире. Это были вторые врата, в третьем непосредственно к чему это ведет, к служению. И вот окончательный плод веры, служения, он в том, что человек воистину уповает на Всевышнего. Это, видимо, самое сложное, самое, что больше всего требуемое от человека. Мы с вами уже прошли практически все эти врата. Мы находимся в последней разделе. Называется раздел 7. И речь у нас пойдет, как и в предыдущих вратах, последняя глава, она собирает снова все вместе взятое. И предупреждает, как вот это вместе взятое не потерять. Набрать-то можно. Вот после того, как набрали, иди, знай, что в кармане останется. Говорит так, рабы на Бахе. Мы закончили обсуждать в этой части книги то, что сошли необходимым. Все, что надо было, мы уже обсудили. Как говорит, принимая во внимание, возможности нашего постижения, вполне возможно, что есть еще глубина, которую он не раскрыл, можно было еще расширить. Настолько, насколько это возможно, он это проделал. Теперь же следует бы объяснить, какого рода вещи мешают человеку полагаться на Бог. Прежде всего, сюда принадлежит все то, что мы относили к подобного рода вещам в первых трех частях нашей книги. Рабейну Бахе, мы видим, он систематичен в мышлении, в изложении, в методике. И каждый раз, когда он разбирает ту или иную тему, он точно определяет, что находится в центре внимания, что мы должны достичь, средства для достижения целей, как мы можем достичь, что поможет нам, с одной стороны, естественно, что надо разобрать, а что наоборот, уведет нас от достижения этой цели, что помешает нам. И вот последняя глава посвящена именно этому. В целом, мы должны понимать, что если человек добивается чего-то, этот путь, это очень помогает нам, в принципе, во всех других областях жизни. Человек что-то добился, то есть он долго к этому шел, хотел, старался. Интересное явление, когда он доходит до этого, то добился, расслабился и потерял. На что это подобно? В этом мире, куда далеко ходить, есть такое понятие, называется завхоз. Правильно говорю? Завхоз. Что это значит? Если есть какое-то здание, и там есть всякие разные системы, водопровод, есть вода, электричество. А законы мира говорят о том, что если все оставить так, как есть, вот само по себе, само по себе все только портится. Что нужно? Нужно техническое обслуживание, называется. Надо помощь, надо все время, все время следить, тут надо подкрутить, тут надо, 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 надо все время следить за этим. Совхоз нужен. Если это так, в мире материальном, чтобы что-то продержалось, необходимо, чтобы все время это поддерживать. Тем более, тем более в мире духовном. Практически любое достижение, как только человек посчитал, что у него это уже получается, он достиг этого. Например, как пишет Рамбам, заняло несколько лет, пока займет несколько лет, пока мы сможем ясно, осмысленно произносить шесть слов. Шесть слов. Два года. И после этого рассказывают люди, что ему достоил, они удостоились вот выйти на уровень, когда они понимают, что они говорят. А потом они пришли сказать, что как только они это посчитали, что удостоились, они это потеряли. Надо как-то это удержать. Это другая сила совершенно. Есть сила Авраама, есть сила Ицхака. Сила Ицхака – это удержать то, что нам удалось приобрести. Значит, на что намекает? Что нам может меча мешать? И что нам нужно удерживать? И как все это… Он говорит, смотрите, а качество под названием «Бывание на Всевышнего», оно, как мы сказали, оно центральное. Оно самое важное. У ней много есть еще составляющих деталей. В Зраташе мы будем изучать вторую часть книги, там это все подробнее будет объяснено. Но это самая центральная часть теперь. Но дело, как мы нам построили путь, как этому добиться. Мы разобрали много составляющих, которые повысят нашу мотивацию добиться этого. Но с другой стороны, есть вещи, которые нам будут мешать. Есть вещи, которые, если мы добьемся, если мы, так сказать, не чтем это то, что нам мешает, все развалится. Даже то, что прибыли, вы потеряете. Так вот, что же нам будет мешать? Ну, во-первых, он сразу намекает, смотрите, то, что я говорил в предыдущих главах, это также относится и тут. А что там разбиралось, и что помешает, например, как там мы разбирали основам веры, реальности Творца, касающиеся служения. Это в основном одним словом эгоизм человека, то есть то, что связано с его высокомерием, корнем высокомерия или корнем вожделения. Это как бы две основные части, которые мешают человеку во всем. И тут они могут помешать. Но мы это разбирать не будем, мы это разбирали подробно в тех местах. Тут есть своя особенность. И очень-очень важное наше занятие. Очень-очень важное. Говорит он так. Помимо этого, к препятствиям относятся непонимание и невежество в божественном, в том, кто есть Творец. И до чего простирается его доброта. Ведь тот, кто не ведает милосердие Творца к его созданиям, того, как он защищает их, надзирает и властвует над ними, и того, насколько они ограничены и связаны его волей, тот никогда не обретет спокойствие сердца и не найдет в нем упору. Как мы говорили, упование, оно в первую очередь дает человеку спокойствие души. Никогда человек это не приобретет. То есть, есть вещи, которые мешают, есть вещи, которые нужно будет поддерживать, чтобы это не потерять. Давайте это разберем. Может быть, видите, эти слова, они как-то нам слышатся, но еще что-то религиозное тут сказано. Может, даже непонятно. Но с этим вещь очень-очень-очень-очень непростая. Снова прочтем. Непонимание и невежество в божественном. Слышите? Непонимание и невежество в божественном. То есть, что такое невежество? Невежество – это человек, который, ну, который, который и не то, что не знает. Он не сильно и хочет знать. Невежда – это невежда. Не, так сказать, особенно не интересуется. Но есть кто пытается интересоваться, но не понимает. Естественно, что он может считать, что он, да, понимает. Самообман – это вещи очень распространенные, но до конца не понимает. То есть, давайте тут скажем по-другому. Человек до конца не осознает божественное. То есть, в какой степени кто есть творец, и до чего простирается его доброта? До какой степени все в его руках? До какой степени он защищает, он отзирает, он властвует? Насколько все мы не ограничены, сколько связано? То говорили на эту тему много раз. Много раз говорили на эту тему. Только вот для нас много раз на начало этой темы. Все, человек, он после того, как он родился, он чувствует себя независимым, абсолютным человеком. Кто живет? Я живу. Кто меня родил? Чуть ли не сказал, я себя родил. Прям так хочется сказать, я сам себя. Мама, хорошо, мама, папа, все это. Но после этого, они виноваты, они меня родили. После этого я сам себе хозяин. Получается, что я живу. Вот я решил жить, я жил, живу. Я решил, я буду жить, у меня работает сердце, почки. Кто знает чуть-чуть биологию организма человека. Нету ничего подобного, даже приблизительно, с точки зрения всяких химических реакций, которые там происходят на уровне молекулярном. Вообще, уму непостижимо. Триллионы клеток, которые в полной синхронизации работают. Наше тело, что это такое-то? Мне кажется, совокупность клеток. Одинаково говорят. Как это все живет? Как эти клетки, то есть не клетки, а молекулы, не молекулы, а атомы, а не атомы, а всякие разные понятия, как из них я говорю? Значит, скорее всего, не они говорят, а то, что укроется за ними теперь. Откуда у меня это? В принципе, тот факт, что человек живет, само понятие жизнь, которое, кстати говоря, не наша тема, но снова мы ее напомним, когда-то говорили, совершенно непонятно с точки зрения современной науки, назовите это так. Сколько есть предположений, сколько есть работ на эту тему, но в конечном итоге все сходятся на доме том же, о том же, что есть жизнь, и остается загадкой. Даже определения жизни ей нет, однозначно, нет, существует. В нашем понимании жизнь, это жизнь порождает только жизнь. Тот факт, что я могу говорить, это только может породить то, что говорит, то, что я могу размышлять, может породить только, что размышляет, это не присуще этому миру. Другими словами, то, что делает его человеком, это та самая часть души, которая была добавлена человеку по образу и подобию самого Творца, которая добавила нам, как к примату, обезьяне, добавила ту самую верхнюю часть, которая сделала нас человеком, сехель, разум. А разум уже позволил финоздельную речь, осмысленную, разум уже позволяет и выбор, то, что присуще человеку, и чего нет у других животных. Теперь. Вот эта часть, вот эта часть, кто ее нам дает? Вот эту часть, которую делает нам человек. Кто дает нам вообще тот факт, что мы живем? Молекулы, они не живут, все вместе взяты. Ответ. Ежесекундно нас творится оживляет. Мы не живем, а тут мы как это, кукольный театр. Я, я, что я, тут раз, тут нажали, тут нажали, тут кукольный театр. Все это работает без меня. Кто работает? Ничего бесплатного в мире нет. Кто-то тут сидит за сценой, и у меня, работают у меня все части моего тела. Поэтому уже одно это должно принести к пониманию о том, что непонимание, невежество, в какой степени вообще все происходит. Он нам дает все. Нету Бога! Кто сказал? Тот, которого Бог оживляет. Он дал ему возможность кричать. Нету Бога. Все. Но я тебя оживляю. То есть я тебе милосердие. Да с какой степени милосердие, Торца, оно распространяется. Но тут мысль, она гораздо глубже, что мы знаем. Гораздо-гораздо глубже. Человек не понимает не только тот факт, что, в принципе, все свои жизни, все, что у него есть, и всему тому, что жизнь доставляет удовольствие. Снова это, чтобы вы не улетели. Вот молодые люди, вот постарше уже меньше. Жизнь не такая вкусная. А вот, а вот, 14, 15, 16, 17, 17 лет. А я же не говорю еще раньше. А жизнь, она одно удовольствие. Покушать. Люди, вы думаете, в наше время они едят от голода, потому что им голодно. Это одна мысль о еде, это удовольствие от еды, от продолжения роды. То же самое, удовольствие от продолжения роды. И все остальное, все удовольствие, удовольствие. Кто дает удовольствие? Кто дает удовольствие? Ты даже тоже не понимаешь, а то же самое, тот факт, что мы можем наслаждаться удовольствием, это полный подарок свеши. Милосердие все вышло называется. Вы будете жить, вам будет хорошо, вы будете наслаждаться жизнью. Это отдельная тема. Мы просто не понимаем, что это не от меня. Мы не задумаемся, что мне вкусно. Почему мне вкусно? Нам в голный придешь, надо сказать спасибо. Могло быть и невкусно. Есть люди, у которых ничего не вкусно, вы знаете? Есть, или человек, не дай Бог, нету зрения. Понимаете, что такое есть? Мы же едим еще и глазами. Теперь нету зрения, это же невкусно. Это же невкусно. А, тем не менее, у нас есть зрение, есть свет, есть все, 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 все дает. Целый список, говорили об этом много раз. О чем он говорит тут? Сейчас он говорит, что это вещи гораздо более глубокие. Сейчас слушайте внимательно. Он говорит, у нас нет понимания, откуда все это исходит. Ведь он нас и защищает. Кроме всего, что мы перечислили. И он дает нам жизнь. И дает нам не просто жизнь, а вкусную жизнь. Он, кроме этого, еще нас защищает от многих вещей, которые мы даже не знаем, от чего нас, так сказать, нужно защищать. Мы даже не подозреваем. Он нам надзирает, он знает, что с нами происходит, он помогает нам, он властует нам, он направляет нами, он по-по-по-по-по-по-по-по-по. И насколько мы связаны, все с его волей, все-все-все-все-все-все, у нас нет осознания этого. А если бы у нас бы надо было бы это осознание, мы бы были бы люди спокойными и спокойными. У нас было бы полное упование на Всевышний. А так как у нас нету, то мы люди нервные, беспокойные, как мы много раз уже говорили. Чего нам не хватает? Чего нам не хватает по сути, по глубине всего этого? Есть одна вещь, которую надо знать. Нам не хватает осознания и понимания от того, что Творец любит нас. Есть великая вещь, сила, называется любовь. Любовь. И нам нас спросили, обсуждали с одним человеком, моим близким знакомым. Он говорит, есть митсва, надо любить Всевышнего. Как можно любить? Я вообще с трудом вообще кого-то люблю, включая себя, а тут надо любить Всевышнего. Как это вообще можно и как это осуществить? Тема тоже сама по себе. Так он сказал интересному Высшему. Говорит, я это не понимал, не понимал, пока вдруг не обратил внимания. Как мама любит своего ребенка? Она любит его все время. Она может заниматься чем-то другим, она и забыла, у нее свои проблемы, свои заботы, свои пристрастия и так далее. Она любит ребенка все время. Его ребенок. Кто-то ему сказал, так ты теперь понимаешь, как Бог любит нас. Ведь он наша мама, он наш папа. Давайте снова. Если мы сказали А, кипа на голове, то надо сказать Б. Если он творец, а мы творение, значит я сын, а у меня есть папа, он же и мама, они меня сотворили. У меня есть биологический мама с папой, но то самое, что моя душа, то, что говорит и думает, и то, что творец мне дал. Они меня любят. Теперь, а если меня Бог не любит? Предположим, что он меня не любит. А многие так и думают, что я его не люблю. Но если он меня не любит, что же мне осталось делать? На кого мне полагаться вообще в жизни? На кого мы вообще полагаемся? А вот смотрите. Разборка в местном подворотне. Или двор, да, двор. И дети играются, играются, играются. Один другого. Пах, пах, пах. Побежал. Куда побежал? К папе. Чего ты бежишь к папе? Бежут к папе. Когда сто процентов уверены, что папа его любит. А что это значит? Если папа любит, он меня сто процентов защитит. Или к маме будет. Важно. А любовь, это вещь самая фундаментальная, самая основная. Она строит весь бетахон, вся уверенность вообще в жизни. Поэтому, если мы не даем нашим детям любви, а такие есть, и такие, которые выросли без любви своих родителей, и они не понимают, как их передать дальше, они слышат слово любовь, но не знают, о чём речь идёт, они не уверены ни в чём в своей жизни. Они не уверены, они всё время вот так вот. Они живут, биологически они живут. Это очень сложная жизнь. Очень нестабильная, очень душевно нестабильная. А потребность детей получить любовь, она самая фундаментальная, самая базисная, которая есть. Они хотят от своих... Почему? Потому что... А любовь даёт им... Это то, что мы это учим. Полное спокойствие, упование. Безответственность. Это всё решат они. Всё, всё, всё на них. Всё, всё, всё. Мама с папой. Почему? Они меня любят. Они меня любят. Когда ребёнок приходит, ты меня не любишь. Что имеется в виду? А почему ты мне не даёшь вот эту шоколадку, которую спрятала? Кто любит, тот даёт. Спросил однажды этот вопрос в группе женщин. Одна женщина ответила... Какой ответ она дала? Она ответила, он говорит... Я спросил их, что такое любовь? Как вы понимаете? Она сказала, любовь... Это когда муж прощает мои слабости. А, и все сразу расплылися. Сразу все... Конечно, это не любовь. Это любовь. Прощает мои слабости. Теперь, смотрите, это гениальное определение, которое она, не читая книги, хватали вовод. Она, 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 она. Это действительно не надо быть... Не надо быть шлемыслителем. Человек должен только прислушиваться к твоим чувствам. Действительно. Абсолютно. Кто? Если мы любим, то мы прощаем. Когда мы говорили на эту сему, она сказала, о, вы знаете, наш дедушка, он настолько любил нас, что можно... Он спал, его можно было раз дать ему по носу, и он прямо, так сказать, прямо просыпается и нас целовал. Он не злился на нас от того, что мы его разбудили, гонял нас. Он нас так любил. Естественно, что мы его точно так же любили. Ой, теперь вы понимаете, когда мы говорим, мы даже не понимаем, как любить Всевышнего. Как любить Всевышнего? У нас нет понимания, что он нас любит. Если мы бы осознали, как тут говорится, до конца, до конца осознали, что все, что у нас есть, все от него. А если у нас так много есть, значит, он нас любит, он не может нас не любить, что он все дает нам, он все дает, он нас защищает. То есть все показатели того, что есть любовь, что он нам и то и тут простил, и тут закрыл глаза, и тут снова ждет, и тут снова нас утер, и тут снова нас... Весь список, который есть, он нас любит. правило духовное, оно простое. Называется кема им паним эль паним. Есть понятие симметрии такой, как зеркальное отображение. Если вас любят, то и мы их любим. Обратите внимание, если вы заходите в новый коллектив, и один какой-то человек вас встретил, радушно улыбается, протянул руку, принял вас радушно, и вообще симпатия, какие-то всякие разные, выражает, я знаю, говорит, похвалу какую-то, вы отвечаете ему практически неизбежно тем же самым. Какой симпатичный человек, какой приятный, какой-то. Любовь порождает любовь, ненависть порождает ненависть. Все очень просто. Чего нам не хватает, он говорит? Он говорит, что мы не понимаем всего-то меры добра, которые Творец нам дает. Это может давать только тот, кто любит. А тот, кто нас любит, и надо знать. Кстати, это основное правило. В нашем мусаре понятие любви Творца к своему творению, Бога к нам, это фундамент. Мы так должны воспитывать наших детей. Кто хочет по-настоящему, я знаю, назовите это страшным словом, по-религиозному, воспитывать детей. Одно из частей духовного воспитания это привитие ребенка в ощущение о том, что Бог нас любит. Он дает нам все. Все от Него. Есть там шевраки. Есть понятие, есть там семь небес называемых. Интересно, что на самом там наверху, там на седьмом небе, как прям так и говорят, на седьмом небе. Есть место, очень удивительное место. Все это в образном, естественно, в образной форме. Сказано, что Творец раскрыл Маши Рабейну все, все, Коля Раким, все, все небеса. Все, все показало ему все, что там есть. Показало ему, что было, что будет. Показал это, чего удостоятся такие люди, а тут удостоятся такие и такие. Потом он смотрит там что-то такое невероятное, там какой-то, какой-то дворец целый с добром. А это для кого? Что это такое? Петел это для тех, у кого нет никаких заслуг. По-современному социальная помощь. Это у них нет ничего своего. Они не получают это. Самое большое, что там есть. Мы не понимаем, до какой степени мы это получаем. Если с нами строго, по правосудию, я не знаю, она вообще ничего не останется. Кроме того, что, не знаю, прежде чем ничего не останется, нужно будет хорошо, хорошо, хорошо пострадать. А мы живем и наслаждаемся, и нас терпят, и еще терпят, и еще терпят. Марихаф называется, долготерпимый, так и вот в Арсанске, долготерпимый. То есть, это включает много удовольствий по дороге. Мы хотели этого, и хотели этого, хотели. Смотрите, получили. И здоровье, и здоровье. Есть жена, и жена, есть дети, дети есть, работа есть, стоят, поехали туда, поехали сюда. Называется матнотхинам. Это подарки, подарки, бесплатные подарки. Все это есть. Мы это получаем, не замечаем. Поэтому он говорит, как же мы можем не полагаться на Всевышний? Как же мы, как же мы можем, чтобы у нас в сердце не было упования? Смотрите, он нам все дает, он нас любит, его любовь, она окружает нас, все, все, что у нас есть, все его, все от него. Если бы у нас была эта вера, то мы бы понимали, что ничего плохого в жизни нет. это только глядя на других и сравнивая и зависть, и то, и наши плохие качества, типа лени, а мне пришлось куда-то идти, или там сказать, я хотел бы первым, и я оказался первым, но с конца. Есть много того, что я мечтал так, а наоборот, и нам кажется, что есть зло в мире. Вовсе это не так. На что это подобно? Знаете, как есть слепой, и есть проводник его, и вот проводник ведет этого слепого. И этот слепой начинает жаловаться. Что ты меня ведешь по болоту? Ничего другого, дороги нет. А что сейчас, одни колючки? Что-то нет. Что-то вдруг надо по тем ступенькам, конца им нет. И жалуется, и жалуется, и жалуется. Если бы он был бы зрячим, он бы видел, что это один единственный путь, другой дороги нет. Это пример. Так и мы в жизни. Нам все время, все время что-то не то. Тут не додали, тут не дополучил, тут недовольный, тут плохо, тут нехорошо. Мы слепые люди. Мы видим только то, что перед нашим носом. Посмотрите сверху. Сейчас запускают эти самые. Ну взлетите, посмотрите сверху. Вся картина другая совершенно. То, что мы тут получили по носу, а тут надо было потерпеть, а тут не получили то, что хотели, вкусненького. Это только для нашего добра. Это единственная дорога в тот мир. Нет другой дороги. И вы еще и жалуетесь. У кого есть упование на Всевышнего, он не может видеть зла. Нет зла вообще в этом мире. Заболел Баруха Шем, что заболел. Спасло меня от чего-то еще хуже. Хотя бы хоть сотрется что-то в моем. Называется капорат Аванот. Называется это капорат Аванот. искупление грехов. Ну, хоть что-то, чтобы искупилось. А вот таких грехов у меня, знаете, как за пазухой. Вот как. Хоть что-то. Представляете, какое ощущение прекрасное здоровье, если человек страдает, но хотят страдать для чего-то. Как женщина, которая идет рожать, она знает, страдает, она ей больно, но она прекрасно знает, какие результаты. Она, из которой с радостью страдает. Я не хочу никаких этих обезболивающих. Почему? Потому что я хочу родить моего ребенка, почувствовать это. Для них это вызов. Страшная боль, невероятная. А так просто дайте ей, не-не-не-не-не. Родить ребенка. Мы заболели, зуб болит. Прекрасно. Страшная боль. Каппарат обонут. Чтобы стерлись мне только надо. Чтобы стерлись мне все мои прибыли. Смотришь, хочется даже еще, чтобы поболелось. Что-то прошло, жалко. Что-то добра. Человек должен жить этим ощущением, иначе он не живет вообще вот этой еврейской жизни. Одно из двух, снова повторяем тысячу раз. Или туда, или сюда. Или есть Бог, или нету Бога, решайте. Если нету, то вообще нету, что обсуждать. Живицы, как живется. Поживем, покушаем, умрем. А если он есть, сказали А, надо сказать Б. это то, что будет нам мешать уповать на Всевышний. У кого нету, нету понимания, что Бог нас любит, а если он нас любит, он нам все дает. И даже дает больше, чем надо. Это будет мешать ему. Это будет мешать. То, что Бог нас любит, если есть люди, которые любят, говорят, знаете ли, говорят, Бог, прости. То есть, на любой грех говорится в поговорках Бог простит. Во-первых, что вдруг вспомнили Бога? До этого вообще не вспоминали. Вдруг начали вспоминать. Ну, кто говорит, это никакой связи с тому, что мы тут... Это не имеется в виду, что он такой милость. Вообще ничего нам не прощается. Вообще нет такого. Медат-1, мера правосудия, она никогда не стирает прегрешения само по себе. Она вмешивается в это мера милосердия, которая только откладывает наказание. И надо молиться, чтобы хотя бы в этом мире получили, а не в том. Наказание никогда... Он нас простит. Ничего не прощается. Другое дело, в зависимости от поведения человека, даже если он грешит, параллельно, даются ему к этому матнот хинам, даются это ему называются бесплатные подарки. в результате чего? Чем человек ведет себя скромнее, чем больше он видит в своей жизни руку Всевышнего, чем больше у него это мера упования во всем, чем больше он все для него только для добра, тем больше он удостаивается этих подарков. Хотим чего-то удостоиться, это путь. Есть люди, которые говорят, давайте, проверяй, пожалуйста. Но только, оказывается, тут нету обмана, тут, знаете, производить впечатление других. Не поможет. Перед Творцом все открыто. Искренне, неискренне. А тех человек искренне, который понимает, осознает, работает над собой, еще видит эту сторону, эту сторону жизни, эту сторону. Все дано, все-все-все-все-все. Это только тот, кто любит, может дать. А если он меня любит, значит, он мне даст это, значит, можно на него полагаться. Мать, если меня кто-то тут бьет, так я побегу и говорю, папа. Значит, я буду кричать, значит, моя молитва уже будет другая. Значит, я буду есть, к кому обратиться. Я обращаюсь только к тому, к тому, кто меня любит. это огромная работа. огромная работа. Огромная работа. Еще раз думать, еще раз. То, что снова повторим. Это может препятствовать, если у нас нету понимания, что Всевышний, Он любит нас, и что Он дает нам, и Он милостерден, и все это. Но откуда придет это упование, это не помню. И еще к упомянутым препятствиям относятся недостаточные знания и понимания заповеди Творца Булсамена, то есть Его Торы, в которые Он повелевает нам уповать и полагаться на Него, как сказано, и испытайте меня этим. Бахануни. Бахануни. Испытайте меня. Полагайтесь на Всевышнего во веки, так сказано в книге Ишияу. То же самое это касается и повеления Его. Ну, а что сказано в повелении? Если, снова, отсутствие последовательности рассуждений или, как тут сказано, непонимание, невежество, неосознанно до конца, что мы говорим Тора, откуда Тора? Тора, Тора, она истина. И все, что там сказано, это повеление самого Всевышнего. А если это так, то там что сказано в Торе? Что она сказана? Видите, из Торы сказано. Испытывайте меня и полагайтесь на Нему. То есть вот это упование, упование, это повеление. Ну, так если оно исходит из Торы, а Тора, она истина, значит, и тем более нужно, как и все остальные повеления, митцвот, так и это. Как мы утром надеваем, не знаю, филим, идем молимся, соблюдаем, так и надо выполнять эту работу у сердца под названием упование. Великая вещь. Великая вещь. Я надеюсь, мы чуть-чуть эту тему разобрали. Бог нас любит. А если Он нас любит, то Он нам все дает. полагаться можно на того, кто нас любит. Дальше. Мы разбираем один за другим причины, по которым, как Он говорит, какого рода вещи мешают человеку полагаться на Бога. Перечислили. Первые две причины. Сейчас разбираем третью. И еще к подобным препятствиям относится склонность человека обращать свое сердце к непосредственным, видимым ему глазу причинам. Тут сейчас мы входим в тему, которую вы наверняка слышали, множество лекций в разной форме, а источник тут. Вот в этих словах. Давайте прощем, а потом это разберем. Склонность человека обращает свое сердце к непосредственным, видимым его глазу причинам. Он не знает, что чем ближе причина к объекту, на который она воздействует, тем слабее ее способность принести пользу или вред. А по мере того, как она одаляется, сила ее воздействия и способность принести пользу или вред возрастает и становится более явной. Сейчас поймем эти слова, не пугайтесь. К примеру, когда царь желает наказать одного из своих рабов, он отдает распоряжение в этом своему наместнику. Тот приказывает вельможи, тот начальнику, начальник-стражнику, стражник-палача, который исполняет наказание посредством предназначенных для того орудий. Кто же из всех названных менее всех способен облегчить или усилить наказание? Орудия, ибо они сами не вольны в своих действиях. Палачи более способны к этому, а стражник еще более палачей, начальник еще более и так далее, а более всех кто? Сам царь, ибо он, если захочет, может простить своего раба. Ты видишь, что меньше или больше способность причины воздействует на объект, зависит от ее близости или удаления от него. Получается, что самое правильное полагаться на Творца и сделать его свои опоры, ибо он приводит в действие все причины, будучи наиболее удаленным от объекта воздействия и тому более всех способных приносить им пользу или ущерб, как мы уже говорили. Тема эта, снова, эта тема, казалось бы, уже с нами разобранная, Пшар Пхина, там, где мы разбирали во второй части, касается того, как сотворен мир, как Творец он скрыт от наших глаз, и как человек в своем разумении пытается понять этот мир. Разберем это с нескольких сторон. В самой простой форме, мы говорили об этом уже неоднократно, эта тема, эта тема, которая сформулирована в нескольких предложениях, в одном образном примере, в котором наши мудрецы говорят, о том, что если бить собаку, то она кусает палку, а не человека, который держит эту палку. то есть человеку свойственно видеть, что называется только первую непосредственную причину в этом мире. Он никогда не задумывается над тем, что до этого, что привело до того, как. Я не говорю о том, что, знаете, я сейчас вам скажу, что мне болит. люди приходят и рассказывают, смотрите, мой сын вот так-то и так-то себя повел. Какая наглость! Он мне так сказал, так сказал, дочка, вообще, вы не представляете, что она натворила. Она говорила так, она сделала так, она пошла так. Невыносимо. Интересный рассказ. То есть, вы мне рассказываете о событиях, которые произошли после того, как. Можно спросить, а что произошло до того, как? Иногда жена начинает, он меня побил! Ваш муж, что, сумасшедший? Он мазохист, я могу сказать, садист? Нет, смотрите, у него третья степень, он вообще, он, так сказать, доктор наук, там, культурный человек. Ну, как, ни с того, ни с сего вас побил? Вы просто вот так вот ничего, бах, и ворак, зашел и сразу по морде. То, что нам выгодно, нам болит, мы рассказываем. А наша участь в том, что мы в этом, как мы в этом все участвовали, как мы заварили всю эту кашу, тихо. Это не я. Это не я. Но я вам рассказал только то, что мне болит. Секундочку. Это только постепенно подбираемся к этой теме. Если человек преуспевает в чем-либо, скажите, как он это будет объяснять? Я. Если он чуть-чуть повы... Он может еще и сказать о том, что, смотрите, я преуспел, потому что мне вот, дядя Боря там мне тут помог, а тут вот мой Леха там, друг мне там, так сказать, тоже поддержал. И вот по этой причине вот заработал так-то или добился этого, или вот выбрали меня в председателя. А если неудача? Вот. А тут вообще проще. Это сразу все виноваты вокруг. Это ясно, очевидно о том, что вот этот Сеня виноват, так сказать, и вот эта вот Клара, которая все это... Все точно ясно, что кто тут виноват, и жена в первую очередь виновата. С нее все начинается. Это вообще все из-за нее. Человек видит то, что он говорит, обращает свое внимание к непосредственным причинам. То есть он видит только вот то, что под носом. Только под носом. Видим ему причин. Человек не понимает. Мир устроен совершенно по-другому. Я слышал от раба импарата образное сравнение. Прекрасное. Гениально. Он говорит, смотрите. Опять же таки, моими словами. Жизнь подобна театру. Жизнь подобна театру. Вот представьте себе, что мы находимся с вами пришли в театр. На сцене разыгрывается спектакль. И где-то там к концу, на какой-то на 73-й минуте главный герой поканчивает свою жизнь. самоубийство. Шум в зале. А? Как так? Предположим, мы сейчас остановим этот спектакль. И давайте спросим зрителей, что произошло тут? Почему он покончил саму жизнь с самоубийством? О-о-о. Начнется. Это все из-за нее. А та, которая была вот эта, вот, па-па-па-па-па, вот, вот, из-за Зинки все. Другой говорит, что вы не понимаете. Вы не поняли. Тут речь идет о том, что он разочаровался в социальном устройстве общества. Общество не так устроено. Третий скажет, на самом деле это все не так было. У него всего лишь было в депрессии. И он не лечился. Поэтому он и пошло-поехало. Каждый начинает объяснять, так как он понимает по развитию хода естественных событий, которые произошли прямо на сцене. Они никто ничего не придумал. Они все говорят точно, что видели. И вот, так сказать, только каждый понял причину того, что он покончил свое самоубийство. Любое другое, не важно, что там-то произошло, на 72-й. Как мы это будем понимать? Почему он покончил с собой? Ну, как эти люди объясняют? Может, еще добавим какое-то свое другое объяснение? Давайте теперь спросим режиссера. А что, что произошло? Он говорит, что произошло? Вот этот главный герой, он молодец. Ему по плану, по сценарию, который написал сценарист, который тут вообще нету, он уехал вообще за границу, на 72-й минуте написано, ты умрешь, ты должен покончить с собой. Молодец. Он продержался до 72-й минуты, покончил с собой. Он точно выполнил предназначение свое вот по роли как актер. по-видимому, все знают о том, что театральные артисты, так их мы называем, правильно говорю? Артисты, актеры, они заучивают свою роль. Они много-много раз ее повторят, они должна ее наизусть. Они не могут вдруг начать говорить от себя какие-то не те слова. Станарист упадет в обморок, он тут, не знаю, мучился, выписывал каждое слово, а он тут будет себя придумывать. Актерское искусство включает и вот то ли хорошую память, то ли зазубривай одно из двух. Они знают это, они умеют повторить это слово в слово. Вот как написано в сценарии, огромные тексты заучиваются наизусть. Как смотреть на этот спектакль жизни? Он говорит, вот, вот так и смотрите. А ну, подумайте столько. Действительно, можно смотреть на это как на естественные причины. почему произошло это? Один другого стукнул. Почему тут они разошлись? Почему он покончил самоубийством? А почему тот а? Ну, вы что, не видели спектакль? Это из-за этого, это из-за того, это так произошло, это так произошло. Это люди, которые вот все то, что под носом, видимым ему глазом причинам, не задумываются, есть разум, но только его не используют. маленький такой разум. А если разум побольше? А ну, давайте станем режиссером. Сверху посмотрим на все. Сценарий расписан, но того, мы все отходим поточной, так сказать, нужно время, нужно время, сейчас что, сейчас разошлись, сейчас что, поженили, сейчас что, сейчас вот, самоубийство. нужно так, можно так. Хотите смотреть то, что под носом, смотрите под носом. Тогда вы будете жить в чем? Будете в темноте жить. Будете полагать о том, что все из-за сеньки или из-за зинки, или все это сказать, вот я опоздал по этой причине, вот видите, у меня не приняли на работу. Человек, который смотрит сверху, он вообще, как мы говорили, это все, все посередине, посередине, посередине. Смотрите, мы можем эту же тему совершенно раскрыть с другой стороны. Давайте тоже попробуем на двух словах сколзать, уже говорили, надо еще снова повторить. Более абстрактной формы. А абстрактная форма состоит в том, что, 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 надо знать, как мир сотворен изначально, чтобы понятно, что мы говорим, это не пустые слова, а за этим кроется колоссально огромного объема информации, понимания того, как мир сотворен. Реальность Творца определяется мудрецами как реальность абсолютной простоты. Абсолютная простота означает, что в ней нет ничего мурковута, нет там ничего, что комплексного, ничего, что составлено, нет никакого множества. Или другими словами, с учетом того, что есть понятие изменения, там нет то, что называется ни причины и нет следствия. Нет поэтому сказано на спирке вот, что Творец сотворил этот мир десятью речениями. Спрашивают, почему десятью речениями? Ведь мог бы и одним все воли в Творцу. Одним это значит в своем единстве своей полной простоте. А если это так, Творение было бы сотворено, но не было возможно его понять и осознать. Не было бы возможности прийти к самому Творцу. Поэтому мир был сотворен посредством десяти речений, то есть другими словами, посредством того, что есть в мире, то, что мы сейчас называем современным языком причинности. Есть причина, есть следствие. То есть мы видим следствие, мы пытаемся найти причину, как только нашли, она становится следствием, мы ищем следующую причину и так далее. Это называется цепочка, причина-следственная цепочка. Что Творец сделал. В принципе, у нас как бы условно говоря сбросил с неба лестницу причины-следствия, по которой мудрецы, они доберутся до первой причины. А негодники скажут, смотрите, вот вам причина, и на ней укажут, на какую, не на причину-причин, а укажут всегда на причину естественную. Ту, которая под носом. Они все время объясняют все, говорят, да, это природное явление, вы просто не знаете ни физику, ни химию, биологию не разбираетесь. А мы вам все это объясним. И действительно объясняют, хорошо объясняют, прекрасно объясняют. Называется причина, но не причина, причина. поэтому и вы говорили, приведем это пример. Есть то, что называется философия науки, которую ученые очень не любят, потому что все работает и без философии. На самом деле философский аспект, он не исчезает ни в понимании никакого природного явления, а того, что на базе этого построена какая-то технология работает, одно с другого не касается. Так вот, они утверждают, что парадоксальным образом наука ничего не объясняет. То есть, другими словами, каждая попытка объяснить, она менее понятна, чем то, что они хотели объяснить. Например, если мы спросим вопрос, почему шарик надулся, то мы скажем, потому что там давление увеличилось, это когда слово давление, так мы еще как-то понимаем, давление увеличилось. Что за давление, что за давление, откуда же это? Смотрите, на самом деле никакого давления там нет, там есть воздух, мы сделали фум, это сказать, там повысили скорость движения молекул, эти молекулы они сильнее, там больше они сильнее двигаются, они сильнее бьются по стенкам, стенки эластичны, они стали это двигатель, говорят, что вы хотите сказать, Скажите, в принципе, никакого давления нет. А что есть? А есть вот эти молекулы, которые мы их не видим, не нюхаем и не можем чувствовать вообще ничего. Вот они там бьются сильно об эти стенки, и вот они их раздвигают. Ну, что мы объяснили? Оказывается, это объяснение, оно менее понятно, чем просто слово давление или там температура, то, что человеку понятно и доступно. А если теперь спросим, что такое за молекулы, откуда у них, почему они вообще? Вообще начнем спускаться до уровня объяснений, которые вообще ничего не понимают, кроме специалистов. А если еще там поглужим, то даже специалисты не совсем понимают, что происходит на уровне элементарных частиц, все физико-элементарные частицы, что там происходит. Странный отдел. Все устроено, слой, 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 слой. Причина следствия, причина следствия, причина следствия. Творец, когда мы говорим о том, что он для того, чтобы дать свободу выбора человеку, он скрыл себя. В этом мире. Что значит, скрыл себя в этом мире? Он скрыл себя в этом мире за все это причины следственной связи. Человек может, как мы сказали, пойти по ней и так сказать, вот есть причина, еще причина, еще причина, и естественно, что должна быть первопричина всему. Иначе откуда вообще все, что есть вокруг, существует? Почему есть нечто, а не чего? Знаменитый философский вопрос, который не имеет никакого ответа. Почему есть нечто? Почему вообще что-то существует? Неважно, мы не мы, вообще что-то существует. Интересно, ответ на него может быть тогда, когда есть первопричина. Если его нету, тогда остается придумать, единственное, вечный мир, вечный, который нет этому базы для этих претензий. Творец скрыт за причинностью. Он скрыт. Поэтому, когда человек, он смотрит в этот мир, у него есть две возможности, у него есть две возможности смотреть в этот мир. Или он скажет о том, что вот причина. То есть, на уровне понимания природы, как он будет это понимать. Вот, видите, природа автономна. Творец изначально сотворил все автономно. Не найти в природе того, кто его осуществил. Значит, она сама по себе. Значит, все случайно образовалось. Значит, мои стенки. Значит, вот взрыв был. Видите, прошло много миллиардов лет. Видите, сидим, разговариваем. Удачно взорвалось. Так человек должен быть на самом деле. Ему ничего другого не остается. Почему? Потому что он видит только то, что тут, как сказано, видимым ему глазом. Он не знает, что чем ближе причина к объекту, на который она воздействует, тем слабее способна принести пользу или вред. Сейчас уже он разбирает дополнительный аспект, касающийся уже влияния на судьбу самого человека. Мы сейчас не говорим о природе в целом, о понимании структуры мира физического или как он переходит в мир духовный. Это само по себе. Снова заканчивая только эту тему, которую обсуждали, они однократно. Этот мир устроен таким образом, что все как капуста. Все это сказать. Слой, 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 слой. Причина, следствие, следствие. Все скрыто. И мы видим, что наш мир так он и устроен. А материя так устроена. Посмотрите, как все устроено. Это на всему сложному есть более простое. И более простое, еще более простое, еще простое. Есть уровень, я знаю, так сказать, организма. Более простой уровень клетки. От клетки более простой уровень молекулы, необыкновенно сложных биологических. На них уровень простых химических молекул. На них просто молекулы, а на них на атомы. видим каждый раз все становится проще и проще и проще. Пока они доходят до платонов, нейтрона, потом доходят до кварков, и потом доходят там где-то в конце, по-видимому, как говорит Айнштейн, энергия. Вообще полная простота. Полная простота. То есть все идет по то же самое, по упрощению. Мы видим, что есть эта тенденция. Мы видим, что за этим все кроется еще что-то, еще что-то, еще, еще, кроется. Мы должны дойти до первой причины. Почему-то, когда речь идет о первичной энергии всего мира, о законах природы этого мира, то все останавливается. Откуда они? Только последние несколько десятилетий осмелились спрашивать этот вопрос. Появились несколько больших ученых, которые осмелились вообще поднять этот вопрос. Пытаются найти на него. Кто-то знает, откуда появились законы природы, откуда появилась самая первичная энергия этого мира. О! Значит, за всем этим стоит первая причина. Как у нас сказано в начале книги Шемот, что в русском переводе приблизительном, о том, что в именем... То есть, я раскрылся, когда обращается он к Машарабейну, говорит о том, что я раскрылся только в именем Шин Далетьют. Мы его не произносим. Что из этого имя? Это имя в переводе на русский язык, что я как бы сказал миру дай. Не по-русски дай, а дай на иврите. Достаточно. Это имя природного управления этого мира. То есть, естественного управления этого мира. Что значит дай? Дай это значит, что реальность не ограничена, она вдруг получает полные границы. Это то, что определило законы природы, определило все константы этого мира, определило все-все фикс. Все, что вдруг мы видим, мир каким-то образом, так сказать, имеет законность, имеет уравнение, решает его, вообще все-все-все организовало. Это то самоуправление этим именем. То есть, это влияние, которое на этот мир. Оно ограниченное. Ограниченное оно в точной координации всего, что есть. То есть, за всем стоит что? За всем стоит первопричина. Теперь, это с точки зрения понимания, как устроен мир. Теперь, если мы это понимаем, давайте посмотрим, как это влияет на нашу жизнь. Человек может подумать о том, что его судьба, она зависит от той непосредственной причины, которая с ним... Как вы сюда приехали? Какая причина? Автобус привез. Я приехал на автобусе. А эта причина какая? Ну, я дошла от дома до автобуса. Еще и так дальше. Можем найти эту причину? Можно начать эту с ним? Ну, давайте посмотрим вообще. Выйдем за пределы этой непосредственной причины цепочки, которая на все цело находится в этом мире. Если выйдем из нее, вдруг увидим о том, что я что-то делаю, какой причине. А я хотела, мне это интересно. Это где-то есть в этом мире? Автобус? Пошла? Захотела желания в этом мире? Нет. Его даже невозможно обнаружить в мозгу. Сколько они пытаются, они могут найти. А я хотел. У меня есть духовный интерес. Вот это первая причина. Что мы можем сказать о том самом театре? Чего он покончил с собой? Чего? Видите? Вот причина, естественно, такая. Вот Динка, там, это вот, это все. Вот от него повлияли. Общество нехорошее. А можно, чтобы было, можно сказать, режиссер написал. Все, вдруг, вообще, дружище, другой взгляд. У него по плану, видите, по сценарию. 72-ая минута. Все, самоубийство. Это закончено. Вообще, другая, вообще, другая. Вообще, другой взгляд, другой. Другими снова и снова. Это то, что он говорит. Истинный мир, он другой. Он устроит по-другому. Когда мы видим, что есть эта иерархия, если мы знаем, учим ее, эту иерархию в мире духовном, который есть. Мы понимаем, что о том, что тот, кто непосредственно дал нам по голове, выгнал с нас работы, тот, кто причинил нам боль, оскорбил, это самый, так сказать, пешка в этой, во всей этой игре, которая тут разыгралась. Он, что называется, менее всего, он менее всего тот, который можно обвинить в том, что произошло с нами. Это как, видите, в этом, это как, видите, как тут сказано, дает царь, дает наместнику, наместник вельможи, тот начальнику, тот стражнику, стражник палача, и палач берет эту палку, или не знаю что, и тебя бьет. Так мы это сказать? Ну, палка, ну смотри, я тебе сейчас врежу. Что, причем тут палка? Ну, хотя бы к этому палачу палачу, я выполняю волю всего лишь это, мне сказали это сказать, я палач, что вы хотите. Ну, пошли к стражнику, стражнику, что ты хочешь, иди к начальнику, он говорит, смотри, надо мной есть этот вельможа, вельможа-наместник, но если мы хотим, как он говорит, по-настоящему, идите сразу же к тому, кто все это затеял. Откуда спустилось все это? Мы привыкли жить в мире случайности. Вот так случайно, говорит, вот смотрите, какая подло случилась, вот такой мне это сделал так, этот мне наговорил, это сделал так, в мире этого нету, это у нас в голове. Если кто-то сделал плохо нам, тут кто-то написал на нас жалобу, тут кто-то нас, так сказать, тут выгнали, тут, не знаю, это там упал, или еще что-то случилось. все имеет точный адрес, и он один. Есть причина всему, откуда все это изошло. Поэтому, естественно, что человек может видеть это то, что под носом, и видеть первую, непосредственную, естественную причину. Но тот, кто голова чуть большая, он хочет понять, разобраться в этом мире, он сразу идет в первый источник, идет куда? К первопричине всего. Превершая это, ты видишь, что меньше или больше способность причины воздействовать на объект зависит от ее близости или удаленности от нее. Получается, что самое правильное полагаться на Творца и сделать его своей опорой, ибо он приведет в действие все причины, будучи наиболее удаленным от объектов воздействия, и поэтому более всех способным приносить им пользу или ущерб, как мы уже говорили. Получается, чем больше есть это, удален от, тем больше влияние, которое есть. Прочитая зависимость. Поэтому, что обращаться к палке, что обращаться к этому, кто его держит, и сразу иди на самый верх. Сразу обращайся в высшую инстанцию. С экономом, он говорит. Это то, что мешает нам упованию на все вышли. Слышите? Какая тема наша? Тема, еще одна причина, о которой он говорит, смотрите, есть вещи, которые нам мешают. Почему мешают? Мы привыкли, тут же он говорит, смотрите, милосердие Всевышнего, величие Всевышнего, любовь его. А мы вообще Бога не видим в жизни. Так высоко говорим, говорим. Вообще не видим. А что видим? Вот он сказал, это сделало, все из-за этого, все вот оно, благодаря ему, или из-за него. и не видим то, что зарплату платит Бог, здоровье дает Бог, лечит Бог. Все от него идет. Все абсолютно. Все благо, которое есть, все от него идет. И его именно не замечать. Почему? Привыкли видеть то, что под носом. Видеть только первую, естественную причину. Это корень всего. Корень всего. большого. То, мы с вами разобрали начало седьмого раздела, последнего раздела, в этом вратах четвертых, очень мгновенно важной темы под названием упование. Сейчас, секундочку, есть еще только вопросы. В этой цепочке причин и следствие можно дойти до первого изречения Творца. Что это за изречение и как к нему дойти логически? Очень хороший вопрос. Не знаю, сколько займет время. Я такую интересную вещь скажу. Интересную вещь. Он спрашивает, что за это за изречение? Что за это изречение? Во-первых, надо сразу знать, что мы с вами, наши предки, удостоились видеть изречение на горе Синай. Как раз там это и произошло. Там описывается в Торе, что это событие произошло таким образом, что свидетели этого события видели звуки. Так можно видеть звуки. А мудрецы еще добавили, что они слышали видимые. Вообще все запутали. Мы видим то, что видим, слышим то, что слышим. А ответ он такой. О том, что чем отличается зрение от слуха? То, что мы слышим, мы должны получить поступательным образом. Представь себе, что мы все, что мы говорим, это все будет ничего не поймем. Нам нужно наоборот расставить. Слово мила, лакстох. Это слово, это слово, только тогда можно понять. В отличие от этого зрения, оно восприятие всего в один момент. мы видим, открыли глаза, раз, и сразу увидели всю комнату. Представьте себе, что это последовательно. Мы бы не могли бы это увидеть. Или не могли бы увидеть, так мы бы это видим. когда сказано о том, что они видели звуки, это значит о том, что они то самое, что мы, как правило, говорим, они увидели за один раз. Как зрение, которое все воспринимает за один раз. И наоборот, то, что мы видим, они услышали, они увидели последовательно. Как будто мы это читаем. Другими словами, что за этим кроется? О том, что в Синайском откровении, по его тому, называется Синайское откровение, перед людьми, которые там участвовали, в нашей предсказке, раскрылась реальность такая, как она и есть. Они ее увидели как книгу. Но увидели ее за один раз. Без органов зрения и без органов слуха. А непосредственно. И что же они увидели? Что же они услышали? Что они восприняли? Анухия, жемелю, кхемжем. Я, Бог ваш, Который вывел вас из Египта и все десять, называется, сэр, это деброд. Десять заповедей. Десять заповедей. Что это за заповедей? заповедей? Это и есть. Они видели то, что спрашивают. А что за извлечение? Что-то вначале было. Это то, что и было. Только, как сказано у нас, что у нас сказано? Баасара маамарот неврауля. С этого все началось. Десятью речениям был мир сотворен. Где это написано? Откройте первую часть Торы. Прям там и на... Там вся вот эта первая глава Торы. Паришит Барай Луким это все-все-все-все. Там есть десять речений. Десять раз сказано Вайомер. Девять раз одни раз мы знаем. И Вайомер и сказал, и сказал, и сказал, и сказал, мир был сотворен условно говоря в подобии земном речением Творцу. Спрашивают, что там было сказано? Вот это речение Творцу. Только эти десять речений, когда они дошли уже до еврейского народа, то они тут Дебур. То есть Дебур. Дебур это речь. Превратился в Довар. Это называется Ассер это Деброд. То есть все-все-все, что в творении, смысл оно имело. Только в этом, в этих десяти заповедях, которые есть. Для этого был сотворен мир. Ничего другого не надо. То есть кто пойдет по этой цепочке, начнет с этого он дойдет и дойдет до этого речения, которое оно есть. Теперь отсюда и дальше дойдите логического цепочек. Это есть более подробно. В книге, которая выпущена на эту тему, называется Реальность или иллюзия. Там подробно об этом разбираются, поэтому лучше искать более разобранный, более подробный ответ там. Устно это у нас займет много времени. Надеюсь, что частично дали ответ. Всего доброго. Привет из Русалима.